Привет, друзья мои! С вами я, Светлана Та. Сегодня встала с таким настроением, чтобы с утра начинать записывать свой блог. Вот как я всё буду сегодня проводить время своё, чем заниматься, всё думаю, запишу. Ждала, 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 встала, у нас света нет. Света нет, работы нет. Вот займусь сегодня уборкой чуть-чуть, поработаю в компьютере, опубликую новое видео, но света нет, ничего не сделаешь. Но благодаря моему Wi-Fi, что я купила, вот такой вот есть, маленький, беленький, вы видели. Я вот включаю, сейчас разговариваю с вами. У меня за август месяц пришла фактура на 450 лир за мои разговоры и вообще использование Wi-Fi. Сижу, 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 а свет так и не приходит. Ну, я решила встать, привела себя в порядок. И я сейчас вас научу и покажу, что делать, если нет света в Турции. Как готовить завтрак и вообще, что и как происходит это дело. Оставайтесь со мной. Всем привет, друзья мои. Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Ну, первым долгом я занялась своим сыночком, гегосиком. Вот пьет водичку, значит, поменяла ему все, положила ему морковку. Сегодня хочу попробовать желток яичный. Мне кто-то написал, что наны можно мяту давать ему, но мой муж перепугается, что он подавится этим листом. Вот такая ситуация. Я убрала уже одну качельку, одна оставила ему. Вот он сидит все в своем репертуаре, общаться пока не хочет. Гегосик. Если нет света, естественно, я не смогу использовать этот чайник. И что я сделаю? У меня такая пришла идея. Я поставила этот чайник, который у меня так на всякий случай. Я сейчас насыплю сюда заварку, опущу у него, будет заварка. Ну, а воду нагрею какой-нибудь, может, в этой посудке. Мы свой чайник красивый отдали кеды, но он был новый, для мужа в подарок. И вот сами не приобрели другую, потому что не было необходимости. Но вода, это для мытья рук, там, посуду сейчас нет необходимости мыть. Вот, вода у нас вот такая. Мы, значит, приносим для обеда, я готовлю, использую снизу мой муж, а питьевую мы покупаем отдельно. Вот нам все на дом приносят вместе с содой. Очень хороший сервис, не надо таскать, как мы раньше таскали. Но век живи, век учись. Так что вода есть, чай будет, сейчас буду готовить завтрак. Хорошо, что я уже с вечера все привожу в порядок и утром захожу, хоть надо чистая квартира почти. Ну, только так мелочью, чем можно позаниматься. Но я смотрю вот видео блогеров, иногда в инстаграме, там, фотографии, короткие видео, что наступает осень уже во многих регионах нашей планеты. А у нас в разгаре лето. Но уже вы спрашивали, жарко ли по ночам. Могу сказать, что по ночам не жарко, вообще отлично. Мы вообще лежим в пижамах и не укрываемся ничем. Я не знаю, это лето я перенесла намного хорошо. Может, оно было мое такое активное в разъездах, и я не углублялась в этой проблеме. Так что я пошла готовить завтрак. А дальше посмотрим, как будут развиваться события. И еще у меня пришла идея такая. Вы там много пишите вопросов иногда, и у меня не получается отвечать под комментариями. И не взять мне и ответить прямо в видео вам. Но когда придет свет, я включу компьютер. Потому что зарядка в компьютере уже закончилась. Чай у меня здесь заваривается. Для чая воду поставила сюда. А здесь я решила сварить мои 10 пельменей, которые уже 100 лет лежат в холодильнике. Наверное, яйца пожарю. Нам нужно кое-что купить сегодня. Это варится. Поэтому сосиси, колбасы нет. То, что есть, будем кушать. Я сделала такой маленький салатик. Ну, время уже сколько? Час дня. Почти как обед. К чему все я это с вами вам показываю, с вами советую, делюсь. Потому что в любой ситуации можно найти выход. Свет есть, света нет. Так что, друзья мои, никогда не теряйте позитива. Привыкайте справляться с трудностями. Потому что их в жизни очень много. Продолжаем наш день. Пока жарятся там яйца. Я почти приготовила завтрак. Хочу с вами поговорить. Вот у меня есть одна такая подписчица. Вот она вот всегда мне, вот не одна, а несколько есть. Мои хорошие. Вот ей не нравится вот какая-то аллергия на моего мужа у нее. Вот она думает, что он тиран какой-то. Что я перед ним выкаблучиваюсь, писю кипятком даже. И вот она вот... Мне, знаете что, уважаемая, я хотела бы посмотреть, какой у вас рядом мужчина. И что вы делаете. Понимаете? Больше мне не о чем добавить. Очень хотелось бы посмотреть на вашего мужчину. И как. И вообще, что вы себе представляете, какая вы есть в жизни. Может, если вы соизволите, мы с вами свяжемся в инстаграме, в фейсбуке. Найдите меня, пожалуйста, пообщаемся. Я вам объясню и покажу свою жизнь. Просто я не хочу не оправдываться перед вами. Что... Ну вы не понимаете просто, что между... Что в наших отношениях происходит. И как мы живем. Я же не показываю все подноготную и все. Что делает для меня мой муж и все. Почему он должен стирать, пылесосить, завтрак делать. Понимаете? Так что, вот, мне кажется, вот, очень хотелось к ней обратиться и ответить ей на вопрос и многим другим, которые не любят моего мужа. Ну, не важно, что вы его не любите. Главное, что я люблю его очень. И я себя никогда не позволю обидеть. Я вышла замуж не для этого. Не переживайте. У нас все нормально. Все будет хорошо. Так, и вот наш кризисный завтрак готов. Когда нету продуктов. Кризалду, да, миксер. Кризалду, да, миксер. Кризалду, да, когда нету света. У нас чай. Чай аптимашкем. Бегамеддин мы? Мне кажется, неплохой завтрак, а. Завтрак-обед. Когда нет воды, воды. И чок чай аптмислят? Ну... У нас шиндем лазу. Вот такой вот. Сейчас будем кушать. Ашкин, скажи привет. Привет. Чего привет? Свет до сих пор нам не дали. Мы сидим с Ашкин на балконе. Тут более-менее попрохладнее. Я занимаюсь своими делами. Сейчас даже у меня зарядка села на компьютер и в телефоне вожусь. А сейчас покажу Ашкина. Так что даже если нет света в Турции, ну, то можно найти себе дела. И не дать себе скучать. Ну, а что я могу сказать? Что это за причина такая? Мне кажется, что это какие-то работы. Это бывает очень редко, чтобы на целый день. Но думаю, что до пяти должны дать свет. Сейчас покажу, чем занимается мой сыночек и мой любимый муж. Ну, вот такая ситуация. Видите? Сидим мы, сидим. Каждый занимается своими делами. Ашкин, я имею к эстермосу? Ай, ничего не слышу. Хоть пой, хоть кричи. Поэтому, люди мои добрые, запасайтесь водой. Вот вода для растений помогает в таких случаях. А также зарядниками. И ваша жизнь не остановится. Ура, друзья мои, наконец-то дали свет. Представляете, до пяти часов вечера не было света. И как мы заметили, тут лампочка же, мы включили ее зажженной. Я сидела в своем телефоне. Ашка им сидит в своем телефоне здесь. И я обратила внимание на то, что Гигосик начал активно махать крылышками. И обратила, посмотрела наверху свет. Какой он у меня умница. Умница Гигосик. Мамин Гигосик. Хорошая птичка моя, умная птичка. Мама сейчас морковку даст, да? Морковку даст мальчику. Все, пошла я готовить кофе. И будем с Ашкемом сидеть, разговаривать. А вот и наш кофе с Ашкемом. Уже пять часов. Офигеть. Он знаете, что нашел, что морем видно с нашего балкона. Сейчас я вам покажу, попытаюсь увеличить. Вот видите, вот-вот. Вот море в том месте. У нас тоже квартира с видом на море. Тихо. В парке тоже никого нет, потому что все сидят по домам, не могут спуститься. В основном нету никого. Не знаю, почему Света так выкручили. Ашкем. Да, конечно. Вот мы дома сидим с ним. Дома сидим. Тишина, спокойствие. Развинились, постарели. Все, пошли пить кофе Ашкем. Мои, вот на ужин я сегодня решила приготовить котлеты. Тут делают турецкий вариант. Я сейчас вам покажу. Не знаю, как это мой муж на это отреагирует. Вот. Котлеты куриные я залила соусом, картошка там и перчиком. В общем, будем дегустировать вместе с мужем, что это получится. Так вот, чем я занимаюсь. На ходу все. Новое блюдо, придуманное мной. Ну что, друзья мои, мой ужин готов. Кюфте по-турецки куриное. Как они делают здесь. Мой муж очень любит. Посмотрим, как он поест. Здесь салат свежий сделала. Это вчерашняя еда. Это тоже с посоль. Все придется выбрать. И печень у меня была. В морозилке чуть-чуть я ее пожарила. Приятного всем аппетита. Потому что я не знаю, поест ли он. Муж мой. Мою эту еду. Вот так хорошо мы будем сидеть на нашем балконе. Кушать. Ужинать. Ну, а вам большое спасибо за ваши просмотры, комментарии, за ваши лайки, за ваши дизлайки. Не забывайте подписываться на мой канал, кто впервые. Нажимать на колокольчик, который находится внизу под видео. Если вы хотите связаться со мной, то мои все контакты написаны в описании под каждым видео. То есть идет видео, вы вниз опускаетесь. И там есть описание. И в описании все, все мои контакты на соцсети вы можете найти. Я не могу писать свой номер телефона каждому. Потому что это нельзя такого делать. Поэтому находите меня в соцсетях, а мы с вами свяжемся потом по мобильному телефону. На этом буду заканчивать наше видео. Мы пробыли сегодня с Ашкэмом дома. Никуда не выходили. Я сделала очень много дел. Но завтра, думаю, с утра. Может быть, побегу на море. Но не знаю, как получится. Потому что я ложусь поздно и просыпаю в то время, когда самое чистое море. Жду Ашкэма. И будем ужинать. Пока-пока, друзья мои. Большое спасибо вам за все. Продолжение следует.